Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня постараемся закончить с вами вторую главу. Стихи 17 и 18. Но на самом деле это настолько глубокое место, как, впрочем, и многие в Писании, что наш формат не позволяет говорить подробно о каждом утверждении этих стихов. Поэтому я вас очень поддерживаю. Разбираться самим, читать самим Писание, смотреть, сравнивать, тем более здесь много говорится, много цитат из Ветхого Завета. Пожалуйста, обращайтесь к этим местам, к этим идеям из Ветхого Завета. И глядя на, например, первосвященника в Ветхом Завете, мы можем много увидеть интересного о Христе. Итак, стих 17 и 18, 2 главы послания к евреям. Посему Он, то есть Иисус, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для милостивления за грехи народа. Ибо как Он сам, как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Интересная опять идея, да, Иисус уподобился во всем братьям. Ну, мало того, что Он назвал Себя братом, вот, нашим, что, в принципе, удивительно, как мы с вами в прошлый раз говорили, так Он еще это сделал для того, чтобы быть подобным нам, то есть Он уподобился братьям. То есть, не просто назвал нас братьями, Он уподобился нам, сделался такими, как мы. И опять, это не пассивная позиция, ну, давай я тоже посижу рядом с тобой, да, но это активная позиция. Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Интересно, что, на самом деле, первосвященник избирался из людей, если мы почитаем Ветхий Завет, но это естественно. Первосвященник был человеком, и он не был каким-то инопланетянином, не был каким-то там ангелом, который являлся там в нужные моменты, он не был даже каким-то сторонним товарищем, приглашенным экспертом в святости. То есть, это был человек, который избирался из народа. Вот, ну, понятно, там, это уже была династия, это была череда такая. Вот, от отца к сыну это передавалось, вот, то есть, был определенный племя, но неважно, это были люди, израильтяне. И для того, чтобы стать первосвященником, как мы знаем, Иисус пришел для того, чтобы исполнить закон. И ничто не оставалось в законе неисполненным. Иисус пришел и исполнил и этот пункт тоже. Вот, потому что, как интересно, да? Как Бог какие делает завязки. Чтобы стать первосвященником, чтобы быть, вернее, чтобы быть вот этим умилостивлением, чтобы ходатайствовать перед Богом за свой народ, Иисусу нужно было стать человеком, чтобы исполнить вот это первосвященническое служение. Вернее, исполнить те пророчества, которые Бог дал через вот заповедь о первосвященниках. Исполнить. Ну, вот так. Здесь опять встает вопрос. Мог ли быть, может ли быть, или мог ли быть Иисус нашим умилостивлением, мог ли быть нашим ходатаем, если бы он не стал человеком, если бы он не стал первосвященником? Мы говорим о совершенстве Христа, о совершенстве Бога. И к природе Бога нечего добавить. И от нее, естественно, нечего убавить. Но, тем не менее, тем не менее, получается, что нашим человеческим естеством, нашим человеческим разумом получается, что как будто бы Бог к своей природе что-то добавил, чего не доставало. Вот, повторюсь, это ни в коем случае не означает, не означает то, что Бог несовершенен, то, что ему что-то не хватает и так далее. Потому что Бог абсолютен, самодостаточен, и ему, ну, он сам в себе, у него все есть. И даже более того, более чем мы можем представить. И в этом тайна, на самом деле. В этом тайна, как написано в Писании, что тайна сия велика по поводу Христа. Ну, там говорится, сия велика по поводу Христа и Церкви. Но по поводу воплощения, это названо благочестие тайны. Тайна благочестия. Что Иисус стал воплощенный человек, и он исполнил некоторые вещи, то есть, вот, например, первосвященническое, это вот дело, то есть, он это исполнил. И, ну, действительно, вот здесь тайна. Мы не можем понять, как так. То есть, совершенный Бог что-то добавляет к своей природе. Ну, давайте примем вот эти вещи, как есть. Вот. Единственное, что он исполнил, это совершенно, потому что первосвященник, конечно же, приносил жертвы. За себя, будучи человеком несовершенным, он приносил жертвы. За народ, которые тоже не могли, ну, по сути, свои грехи омыть. Это только вменялось в очищение грехов. Но, как мы понимаем, они не могли решить главную проблему. Грех-то оставался все равно. Но Иисус исполнил совершенно это служение первосвященника и принес именно себя, окончательную жертву за грех. Окончательную, потому что совершил победу на кресте. Победа над грехом вообще, в принципе. Вот. Интересно, что первосвященник, как он представлял народ? Интересно, что у первосвященника был такой наперсник от слова персть, грудь. Ну, это старое славянское слово. Персть. Вот. Или там не персть, персть. А, персь, извините, не персть, а персь. Старое славянское слово персь означает грудь. И вот это вот он носил наперсник. То есть, такую вот, как бы сказать, штуковину, которая у него висела на плечах и спускалась сюда, вот на его грудь. И на этом, наперснике у него были расположены драгоценные камни, там, рядами, 12 штук, по числу колена Зрайлева. И тем самым он, как бы, носил на своих плечах весь народ и, как бы, вносил его во святое святых, вносил его в присутствие Бога. То есть, вот в этом был, была одна из функций первосвященника носить на себе народ. И Иисус, опять мы понимаем, исполнил это совершенно. У него не было вот этого наперсника. И вообще он выглядел очень просто, без вот всяких регалий, без погон и прочее. Но он фактически понес на себе народ. Он вообще понес грех, понес самую тяжелую тяжесть нас, ну, как человечество. И он это понес. И как бы внес, и сейчас он как бы вносит и внес свой народ в присутствие Божие. На своих плечах буквально. Вот, потому что он действительно настоящий ходатый. Вот. Интересно, что опять какая вот здесь завязка делается. Ибо как он сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Может ли Бог, мог ли Бог помочь искушаемым, если бы Иисус не претерпел? Однозначно да. Потому что Бог милостивый, добрый. Вот. И, конечно же, в Божьем ну, Бог немножечко по-другому относится ко времени. Прямо-таки совсем по-другому. У Него нет времени. Он живет вне времени. Время существует... Время в нашем понимании существует только для нас, для людей, живущих в этом мире. У самого Бога совсем другое представление времени. Вот. Ну, если можно так говорить, что в Ветхом Завете, когда Иисус еще не пришел, Бог также назвал себя милостивым и человеколюбивым. Он был готов помогать. Но тем не менее, Бог пожелал добавить еще что-то к своей природе. То есть, добавить вот этот вот опыт. И здесь интересная штука. на самом деле некоторые говорят, что Иисусу легко было. Некоторые думают. А некоторые думают вообще такая есть крайняя степень вот этой идеи, что Иисус вообще не был искушаем. То есть, как Он мог согрешить, если Он Бог? То есть, Бог не может согрешить. Он не может пойти против самого себя в принципе. Это невозможно. Вот в принципе. И Его природа такая. Он не может по-другому. Вот. Поэтому люди, некоторые утверждают, что Бог вообще не был искушаем. Типа, что такого? Ему было легко. Вот не то, что нам. Но здесь написано, что Иисус был искушаем. И другие места Писания говорят о том, что Он был искушаем очень сильно и очень-очень жестоко. Вот. И даже можно сказать, что искушение Христа было гораздо более реальным, чем наше искушение. Потому что настоящую силу искушения чувствует не тот, кто поддается искушением. А настоящую силу искушения чувствует, ощущает, видит в своей жизни тот, кто ему противостоит. Здесь уместен пример, аналогия с очень-очень сильным ветром. Вот. Если кто попадал в бурю или в такой шторм, вы знаете, что идти против ветра очень тяжело. Ну, крайне тяжело. и реально ветер может достигать такой силы, что он просто может вздувать человека. То есть даже мы не говорим про какого-нибудь немощного человека, там, старика, ребенка, там, и так далее. Он вполне себе может вздуть и такого зрелого, сильного мужчину. Ну, мы знаем, да, ураганный ветер и крыши сдирают из домов, и так далее. И проблема ветра решается просто. Надо просто лечь на землю. И все. Надо просто лечь. И тогда ветер не будет иметь над нами вот этой власти своей. Он там пролетит сверху и нас не сдует никуда. Но для этого нужно лечь. И вот здесь, что нормально, когда мы от урагана прячемся, то, конечно же, становится ненормальным, когда мы пребываем в искушении. То есть мы перестаем чувствовать силу вот эту вот, перестаем страдать от искушения другими словами, тогда, когда мы ему поддаемся, тогда, когда мы соглашаемся сделать грех, и тогда все заканчивается. Но для Иисуса это не заканчивалось ничего и никогда. Ну, я имею этот момент, когда он, во время, когда он был на земле. То есть для него искушение только нарастало, сила искушения, понимаете, вот это вот испытание. При том, что мы знаем, что он был искушаем и своими, и чужими, и голодом, и нищетой, и достатком, и как мужчина он был искушаем, и он был искушаем властью, и отвержением. То есть весь спектр вообще, весь спектр человеческих страстей, искушений, не страстей, искушений был обрушен на него. И поскольку он ни разу не согрешил, ни разу не поддался, то мы можем только догадываться о том, о той чудовищной силе, о том чудовищном давлении, которое оказывалось на него. Вот. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы видим перед собой пример того, кто с искушением справился. С искушением. И мы знаем, что бывает так, что хочется поддаться искушению, потому что кажется, что будет лучше. Потому что вот как в случае с ураганным ветром, ты просто ложишься, и все заканчивается для тебя. Нет уже вот этого давления, нет вот этой борьбы. Вот. Ты просто лежишь себе, а там что-то где-то бушует и так далее. Но проблема в том, что ты лежишь в этот момент. Проблема в том, что ты просто лег, сдался, бесполезен для Господа в этот момент. Не двигаешься, не идешь. Вот. И мы видим перед собой пример того, кто смог. Он, как написано в Писании, вот здесь может искушаемым помочь. Опять интересно, да, мог ли Иисус помочь, если бы не, ну, если бы не был человеком, если бы не прятал это искушение. Мог. Мог бы, потому что Бог все может. Но он пожелал добавить вот этот опыт к своей природе. Как бы это ни звучало странно, потому что Иисус совершен. Но что для нас? Что для нас? Опять-таки для нас это пример. Огромный пример, потому что Иисус, когда преодолел искушение, он наоборот обрел славу и честь. И однажды для него все закончилось. И он просто был невероятно почтен Богом. То есть он мог находиться в присутствии Отца, в совершенном общении. Вот. То есть он ничего не потерял, когда он преодолел искушение, когда он поборол искушением. Вот. То есть и мы в искушении, когда будем преодолевать его, не обязательно мы будем что-то терять. Напротив, мы приобретем гораздо больше. Мы приобретем общение с нашим Господом. Совершенное общение, более совершенное, чем оно было ранее. А это, согласитесь, дорогого стоит. Вот. Ну и, собственно, не о чем жаловаться, потому что если Иисус был искушаем, то немудреное дело, что и мы будем искушаем и так же. Другое дело, что это мы будем видеть, мы будем, вернее, мы знаем, что есть тот, кто уже этот путь прошел. Он там уже был, как наш вождь, как наш спаситель, как тот, кто может совершенно нам помочь, идеально нам помочь, кто-то, кто знает, как нам помочь лучше всего. Он там был уже, потому что он там был, он прошел этот путь. Поэтому, дорогие братья и сестры, на самом деле послание к евреям это послание поддержки тех, кто находится в таких сложных ситуациях, верующих, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, которые опускают руки под напором искушений, испытаний всяких. И это послание на самом деле призвано поддержать эти опускающиеся руки. Отец наш Небесный, поддержи нас, пожалуйста, и научи нас не сдаваться перед искушением, но следовать твоим заповедям, следовать за тобой. Благослови нас, пожалуйста, силой, мудростью, во имя Иисуса Христа. Аминь.